Кто лазит там? А ну пошли вон! Зима в этом году отступила очень рано. Больше недели я уже не фиксировал температуру ниже нуля. А это открывало мне возможности для создания огорода и вольера для домашних животных. Однако с потеплением активизировались и лесные хищники, которые по ночам даже осмеливались нападать на землянку. Сегодня мне предстоит укрепить свою защиту. Обустроить вольер и огород. А также оставить скрытые камеры по лесу, чтобы запечатлеть кто же атакует землянку. Также потепление принесло неприятный сюрприз в виде сильного дождя и лес начал подтапливать. И конечно же по классике я покажу вам свой новый крутой рецепт картошки с грибами в печи. Я постоянно в походах, поездках, исследую какие-то места, выживаю. А в перерывах я осматриваю материал и монтирую ролики. Но где бы я ни был, мне всегда есть чем заняться в свободное время. И я скачал себе геншин импакт. Это фэнтези игра с огромным открытым миром. Геншин есть как на Android и iOS, чтобы можно было с собой взять, так и на ПК, PS4 и PS5, чтобы играть дома с комфортом. Геншин импакт получил награду Game Award за лучшую мобильную игру TGA 2021 года. А это премия Оскар мира игр. Тут целых 7 непохожих друг на друга региона и вам предстоит разглядать тайны каждого из них. Каждый регион Тэйвата обладает своей уникальной культурой. От стиля архитектуры и одежды до различных обычаев и национальных характеров. Вместе с Пэйман добросердечным видом духом сюжет проведет вас через красивые леса, шумные города и коварные подземелья. Некоторые пейзажи основаны на реальных ландшафтах мира, таких как Альпы. Также в игре есть куча уникальных персонажей со своими историями и навыками. Уверяю, они вам точно понравятся. Каждый из них владеет одной из 7 стихий. Вы будете объединять героев в отряды и комбинировать их навыки, чтобы наносить большой урон. Музыка в Геншин импакт потрясающая. Знаете, когда я путешествую и следоваю огромный мир, мне приятно слушать внутриигровую музыку. Официальная команда даже провела концерт. Плюс ко всему, недавно тут вышло обновление 2.5. А это значит новый персонаж Яймика. Электрическая, мощная и красивая. Также добавили новые сюжетные квесты с эпичным боссом, похожим на Райдер. Это, если что, один из персонажей, которого можно получить во время обновления. Помимо битв и исследований мира, появились новые ивенты. Можно построить свое подземелье или готовить коктейли, словно бармен. А еще я дам вам подарочный код, который на экране. Так что качайте Геншин по ссылке в описании, вводите его и получайте бонусы. Друзья, всем здоровья, Чернобыля. И я изолобил их, я изолобил паразитов. Это жесть, ребят. Я не знаю, как, к сожалению, не в живом виде, но я вам сейчас объясню, почему. Короче, я изолобил мышей, да. И здесь не одна мышь, здесь их две. Но там произошла такая жесть. Я не знаю, просто одна мышь разгрызла другую. Это жесть. Я не знаю, как это произошло. У меня не была звенка, я только днем работаю. И каким-то образом это случилось. Я, к сожалению, это не могу на YouTube выложить. Все будет в моем телеграме, ребят, ссылочку в описании, после последнего ролика зайдете. Но это просто жесть. Но самое главное, что я изолобил их. Самое страшное произошло ночью, ребят, на меня. Напали. Сейчас я вам вставлю эти кадры из ночи, потому что просто жесть, ребят. Я уже там за все, что можно хватало. За топоры, за пистолеты. Потому что ко мне в землянку реально ломились. Сейчас покажу. Но перед просмотром, должен признать, ребят, что YouTube снова начал убивать мой канал. Я не знаю, почему, как это работает. Вы, если не верите мне, просто можете зайти на мои ролики. И последние два ролика просто они ничего не набирают. Хотя я снимаю, как обычно. И статистика, ребят, по статистике все так же самое. Поэтому реально алгоритм YouTube убивает мой канал. Мне нужна помощь абсолютно каждого из вас, ребят. С каждого давайте по лайку, по комменту. Набираем здесь максимальное количество лайков. Я знаю, что каждый из вас сможет. У меня лучшие подписчики, ребят, и комменты. Пишите крутые идеи для стрельства, как защитить землянку. А сейчас я вам покажу эти жуткие кадры. Смотрите. Ребят, так уж какая-то жесть была. Я себе просто задремал вот так вот. Даже спальник не стелил. И какой-то... Кто там? Кто лазит там? А ну, пошли вон! Ребят. Фух. Вроде свалили. Если там просто проблема, смотрите. Сейчас покажу. Видите? У меня просто закончились патроны. Фух. Блин, ну и жесть. Я, знаете, уже, в принципе, привыкну, ребят. Это... Сейчас я чуть-чуть успокоюсь. Жесть. Такая вот жесть ночью произошла. И самое главное, ребят, такое ощущение, что бегали по крыше. Но, смотрите, ни одного следа нет. Все чистое. Будет... Ну, скорее всего, волк. Я не знаю. Пробежал прямо здесь. Вот так вот. С краечку. Честно сказать, ребят, ну, это реально было стрёмно. Поэтому надо побыстрее достраивать домик на дереве, вот где-то там наверху, чтобы я был в безопасности. Смотрите. Как я говорил, ребят, давайте. С каждого по лайку, с каждого по комменту пришли крутые для выживания. Как мне защититься от волков, как защитить всю территорию. Потому что я не знаю. Они заходят прямо сюда. И сегодня у меня в планах доделать вольер для животных. Я расскажу, как я его буду делать в процессе. И огород загородить. Тоже расскажу, какие планы по нему. И еще, ребят, сегодня надо будет забрать последний сталк. Это будет самый крутой, как мне сказал друг. Но я не знаю, что уже можно еще такого придумать. Там просто какой-то огромный запас продуктов сталкерских. И сегодня в этом всем разберемся. Ну и по землянке надо тоже пару нюансов поделать. Вот, ребят, в ловушке жесть. Это все жесть. Увидите у меня в телеграм-канале. Вблизи фото есть. После просмотра ролика зайдете, посмотрите. Кому будет интересно. Потому что такой шок-контент только в телеграме будет. Ну, кстати, напишите, как у вас погода, ребят. У нас в Чернобыле в феврале месяце идет сейчас дождь. Сейчас что-то моросит, капает с неба. В лесу настоящий потоп. Вот уже подстаивал снег. Все мокрое, все грязное. В землянке вон вода уже снизу. Ну, к счастью, вода отвод работает. Но в лесу реально потоп. И будет очень много влаги весной. Потому что реально, ну почти все свои проблемы решил. Электроэнергию буду на солнечных панелях делать. Огород, продукты у меня будут, животные будут. Но, ребят, я не знаю, где брать воду. Вот, ну, просто, ну, никаких идей. Колодец здесь не выроешь, мне кажется. Ну, и тоже. Надо как-то будет хорошо сделать. А может есть идеи помощи? Все пишите в комменты. А я сейчас буду заниматься огородом. А я сейчас буду заниматься огородом. Вот это, ребят, все делается, чтобы отгородить огород от животных. Чтобы всякое зверье отсюда не лезло. Я его вот так вот, такое небольшое ограждение делаю. Как-то так. Чтобы, знаете, всякие зайцы не залазили. Потому что олени-то все равно, а зайцы. Рассказывали мне чернобыльские бабушки, когда мы их проведаем, что постоянно им зайцы там грызут на огороде. Продукты, продукты, еду. Ну, как животные тоже хотят кушать, можно понять их, но им в лесу и так без меня хватает еды. Мою еду нечего брать. Я, ребят, конечно, весну люблю, но дожди снимать под ними нереально. Сейчас немножко вскопаем землю. Я вам покажу, как она выглядит. И вот, видите, местами песок, что есть не очень хорошо для картошки, но его не так уж много здесь. Земля уже, видите, вообще не мертвая. То есть середина февраля, земля уже, хоть бери среди картошку сейчас. Еще рыхлая-рыхлая, видите, да? Давно у нас морозов не было, и все, размерзлась. Вот тут похуже, грунт идет. Вот, ребята, такая вот получилась красота. Реально, мне нравится огородик. Вот здесь у меня будет огородик. И рядом здесь будет такая теплица, тоже примерно такой же ширины и длины, для огурцов и помидоров. Земля, честно сказать, ребят, земля, ну, вполне пригодна. Местами попадаются такие куски с песками, но это не страшно. Я еще поснимаю с других частей это черноземное, поскидываю сюда. И уже где-то в мае, в марте, в апреле начну потихонечку вскапывать грядки, чтобы в мае посадить себе картошку. Пять грядок, мне с головой для одного хватит. Сейчас будем делать вольер. Вольер надо сегодня достроить стены. Покажу вам, какой он будет в ширину и в длину. И здесь уже так, как на огороде, не сделаешь такие вот скаперонные нитки, потому что здесь надо делать проволоку, ребят. Каперонная нитка, как и сильно не натянешь, она все равно будет растягиваться. А проволоку я проще натянул. Куплю специальный ваток проволоки и натяну ее. И будет у меня вольер для животных. Ну, точнее, я попрошу, чтобы мне друг привез, потому что я редко отсюда выезжаю, выбираюсь к цивилизации. Каперонная нитка. Каперонная нитка. Сейчас, друзья, отрезаем все лишнее. Это пойдет на дрова. Опа, это дрова будет у нас. И, в принципе, поскольку дождь, сейчас идеальное время сходить на колючку и проволоку за провизией своей. Потому что там не будет никого. Вот такой, друзья, получился вольер. К сожалению, я сейчас снимать нормально не могу, потому что у меня обе камеры не водонепроницаемые. Сейчас, наверное, достану гоупрошку и продолжу на нее свой походик снимать. Но вот такой вот у меня будет вольер. А вы пишите пока вариант в комменты, что лучше, козу или курицу сюда завести. Потому что думаю, штук 5 курей завести, мне кажется, вообще идеально будет. А козу только одну заведешь, и то с нее молоко, а с курей яиц куда-то полезнее. Ну и вот такой вот огородик также здесь. Поэтому сейчас я скажу, что мне предстоит сегодня еще сделать. Пока дрова преисполняются спиртом, план действий в дальнейшую штуку. У меня есть такая камера, ребят, она водопроницаемая. Камера, на которой сейчас снимаю, также водопроницаемая. Но есть гоупрошка, десятку недавно себе приобрел. Которая, в принципе, водопроницаемая. С ней я отправлюсь на колючку. Возможно, какие-то засады будут. Хотя я не верю, что в дождь кто-то будет сидеть, ребят, в засадах. Но это максимально нереально. Заберу последний сталкерский тоник с провизией. И еще сегодня в планах расставить скрытые камеры по лесу. У меня есть такая гоупрошка. Еще шестая гоупрошка в рюкзаке лежит, старенькая. Две камеры я поставил по лесу, чтобы они наблюдали, что уже происходит. И, возможно, мне удастся впечатлить того, кто на меня напал. Потому что, ну, я... Девяносто протерево, ребят, что это были волки. По поводу защиты, я не знаю. Вариант мне писали повесить железные банки консервные, которые будут пугать волков. Но, ребят, это не особо влияет. Пистолет мне уже тоже не боятся. Если по лесу вывесить свет, да, волки бьются цвета. Но, ребят, но свет, это сколько электроэнергии понадобится. Это все. Даже солнечные панели не покинут. Поэтому, если есть какие-то, знаете, идеи автономной защиты от волков, все, напишите, пожалуйста, в комменты накидаю. Накидайте. Я залезу на дерево, прочитаю все комменты ваши. Обожаю этот звук разгорашивающегося костра. Ой, сейчас искры полетели. Ну, за это, ребят, я люблю печь. Даже, наверное, летом иногда буду протапливать. Потому что мне нравится просто так вот посидеть возле печки. Поэтому я земляночку закрываю и отправляю за сталкерским тайником. Ну, ребят, надеюсь, все будет хорошо. Потому что у меня какое-то дурное предчувствие. Еще ветер в сторону колючки. Когда начинает погода нормализироваться, сразу патрули в раз в 10 сильнее интенсивно становятся и могут сталкера ловить максимально. Поэтому, надеюсь, ребятки, все будет хорошо. Мне минут 20-30 сюда бежать до колючки. Поэтому я пробежечкой туда-обратно за час, я думаю, справлюсь. Пожелайте мне удачи. Вот, патрульная дорога. И до сих пор по ней никто не ездил. Значит, все нормально. Но он мне говорил, что спрятал где-то в елках. Я не знаю, друзья. Где-то тут елки. Может, вот, разве что сосновые эти. Вон какие-то елки. Но следов вообще нет. То есть вообще последов нет. И мне здесь сильно не задолго находиться. Ну, он говорит, где-то метров 5 от дороги. Вот метров 5 от дороги вон что-то. Вот, может, тут где-то. Нема ничего. И там нема. Может, в той куче. Ну, какие-то следы хоть должны быть. Вообще следов нема. Смотрите. А, вот, ребят, все. Только вообще, смотрите, следов нет. Наверное, он вчера это заныкал. Да, скорее всего оно. Ого! Нифига себе, слышишь, что ты тут наложил. Фух. Жесть, ребятки. Килограмм. Килограммчиков. 5-7 где-то пакет. Ладно, погнали. Отсюда. А вот вам, друзья, если мне не верите, и доказательства по поводу волков. Смотрите. Олень и след. Вот, копыта 2. Получается, вот, да, идет олень. И будто за ним кто-то в ногу-в-ногу идет, да. Смотрите, посмотрите внимательно. И тут так хоба. А чей это след? Получается, здесь шоу-косуля или коза дикая. А здесь волк прям за ней шел по следам. То есть вынюхивал, искал добычу. И вот туда они куда-то идут. Тут больше, чем 7 килограмм, мне кажется. Но смотрите, насколько сильно дым валит. Походу костер разгорелся у меня там. И сейчас будем готовить. Но есть еще куча дел, которые нападут. Нифига себе, дым валит, ребят. Вот это максимальная демаскировка. Жесть, и шо с ним делать? Ну, надеюсь, побострее листья повырастают на деревьях. Хотел еще месяца два ждать. Потому что дым прям... Я уделен, он меня до сих пор не спалил. Но дым просто это что-то с чем-то. Посмотрите, он прям так стелется понизу. И мне кажется, он идет на метров... Я когда отходил, ребят, его видно метров за 100, за 200 еще. Это дым. Очень сильно палевно. Ну, а сейчас, ребят, самое время для распаковки сталкерского тайника. Я даже не представляю, что здесь мы... Салфетки. Прикол, обычные салфетки. Но это было ожидаемо. И так. Ого. Огурцы. Паштет. Шпроты. Жесть. Горох. Еще паштет. Нифига себе. Колбаски баварские, которые... Игресские, которые не это. Шампиньоны кремовые. Да ладно, ребят, тут продукты столько. Еще один соус. Куда у меня столько соуса? У меня еще сто раз оставались. Сардина. Натуральная. Шпроты. Офигеть. И картошка. Это еще не все, ребят. Картошка и... Сазан в томатном соусе. О, это я люблю в томатном соусе рыбу. И что-то еще. Закуска закарпатская. Блин, интересно. Из овощей. Жесть. Это, конечно... Ну, булка, я так понял. Ну, передали, потому что хлеб быстро портится. Наверное, из-за этого, ребят. Хлеб здесь долго не поддержишь. Да, это правильно. Итак, смотрите, сколько у меня всего есть, ребят. Вот это сталкерский доник. Консервы, картошка. Еще консервы, грибы. И мои любимые колбаски. Ну, большое спасибо моему другу. Ну, сталкерский доник, ребят. Эта еда мне, наверное... Я ее растянул на неделю. Потому что консервы, в принципе, вообще не портятся. Их себе вот так вот поскладывал, поставил сюда. И хранишь. Сегодня, честно сказать, хочу вскрыть, наверное, шпроты. Так, думаю, шпротов не ел. Кстати, напишите, любите или нет ваши шпроты. Да и, в принципе, напишите, если у вас любимые консервы. И как-то так. Вот это все, ребят, мне хватит на недельку. А я его растяну еще надольше. Какой же уют, ребят. Вот так вот потихонечку добываешь себе все, обустраиваешь. И с каждым разом землянка все круче и круче. Да, друзья, лес просто заливает. Все. Пошли ливни. В феврале месяце. Вы такое хоть раз видели? Просто жесть. Все. Лес. Потоп в лес. В лесу. Надеюсь, меня не зальет. Надо будет сейчас закрыть землянку. Потому что, видите, ребят, вся вода стекает вниз. И это не очень хорошо. Ну, в такую погоду точно не будет никаких патрулей. И никто не будет мне мешать. Поэтому я сейчас расставлю скрытые камеры. Чтобы знать, что происходит с моей землянкой. Одну я поставлю где-то там наверху. Чтобы я смотрела прямо на эту территорию. А вторую где-то подальше. Весь охват был. Так, ну, первая камера пусть будет здесь. В принципе, обзор хороший. Сейчас немножко поправим, ребят. Да, есть. Вторую камеру поставлю на дереве. И будем уходить отсюда. Так, где моя вторая камера? Она на месте. Вот. Установил вторую камеру. Получается, смотрите, я могу даже управлять камерой с телефона. Ну, что? В принципе, смотрите внимательно. Если что-то заметите, тут на экране вроде какая-то грязь. Если что-то заметите, все пишите в комменты. Каких-то животных, не животных. Я не знаю. Пока камера проработает днем. Потом спиню на ночь поставлю на пауэрбанк. Чтобы она от пауэрбанка питалась и всю ночь проработала. Так же снимала. А я пошел в землянку. Дождь льет. Ну что же, ребята. Так вот я могу просматривать, что происходит на улице. Единственный минус, чтобы посмотреть, что там происходит, мне надо останавливать съемку. То есть я не могу параллельно снимать и смотреть, что там происходит. Поэтому, ну, вот такие вот обстановки сейчас на улице. Вам будет идти уже прямой эфир, что там происходит. Короче, очень сильно меня заливают. Сейчас реально, ребята, в лесу потоп. Сейчас вот по стенам у меня течет. Ну, в землянке самой сухо. Вот на преддверии, в прихожей, все потихонечку затекает вода. Надо будет с ним бороться. А я сейчас перехожу к своей любимой рубрике, ребята, а именно приготовке еды. Потому что сегодня у нас новый рецепт. Ставлю камеру на съемку. И будем заниматься в землянке. Кстати, по землянке еще работа прибавилась. Ну, я уже сегодня вряд ли с землянки выйду. Будем наблюдать за скрытыми камерами. Все-таки, ребят, попытаюсь выяснить, что происходит. А уже ближе к вечеру пойду подкину. Дождь, надеюсь, закончится. Пойду подкину пауэрбанки к камерам. Пусть они там всю ночь простоят. Потому что, ну, ребята, это не дело. Реально. Сегодня ночью я так не на шутку пересрал. Плюс ко мне завтра должен прийти волк. И уже с ним мы продолжим строить домик на дереве. Кстати, да, ребят, сейчас пару слов по строительству. В планах, помимо огорода теплицы, да, буду делать теплицу. Наконец-то начинаю строить домик на дереве. Потому что сейчас уже снег почти сошел. Ничего не препятствует. Ни скользко, ни опасно. Так вот походишь. Сегодня полдня походил по улице и все. Ботинки мокрые. Сейчас я обычно как их сушу? Вот так вот делаю дощечку. И они у меня здесь стоят сушатся. Потому что по-другому ты их не высушишь. Но сейчас я буду готовить. Поэтому в этом нет смысла. Ну а сейчас, друзья, наша с вами любимая рубрика. Сталкерская кулинария. Честно сказать, это сегодня, наверное, последний рецепт. И то, может, она сейчас повторяется отчасти. Поэтому пишите ваши крутые идеи рецептов для приготовки в печи, в принципе, в землянке. Возможно, я используюсь именно вашим. Ну, точнее, я использую, воспользуюсь какой-то именно из вас. И даже озвучу чей. Сегодня у меня что? У меня сегодня картошечка с грибами и колбасками в печи. Рецепт максимально прост. Сейчас я все покажу. Сегодня решил плотно покушать, поэтому сделаешь целых три картошины себе. Итак, ингредиенты картошка. У меня вот такой вот соус сальса. Что-то мексиканское, что-то не знаю, ребят. Кремовые шампиньоны. Шампиньоны, да. И егерские колбаски мои, которые хорошо хранятся и не портятся. В принципе, ребят, вот все ингредиенты. И сейчас готовить максимально просто. Кальтошку мы отдельно заворачиваем в фольгу. Чисто отдельно картошку готовится. Отдельно делаем картошку. Но когда картошка будет готова, все это дело положим в печь. И уже приступаем к готовке грибов с колбасками. Просто картошка, ребят, готовится долго. Там она может и минут 20 готовится, пока вся будет готова. Колбаски и грибы, они буквально за 5 минуток и все. Картошечку надо аккуратно туда подальше закинуть. И прикопать в уголь. Чтобы она со всех сторон готовилась. А для этого, ребят, я и пользуюсь шампурами. Аккуратненько, тоненько нарезаем грибочки. Желательно поменьше, ребят, потому что кремовые шампиньоны прям очень здоровые. Сильно большие куски не надо. Где-то примерно вот такие вот маленькие кусочки должны быть. Такие масечные. Вот примерно вот такие. А когда грибочки нарезаны, нарезаем колбаски. Колбаски тоже можно сильно большие не нарезать. Я обожаю, ребят, вот эти запеченные колбаски. Не знаю, они копченые. А когда их запекаешь, они еще и спускают сок. Такое вообще будет по кайфу. Такой кайф. О, есть. Я думаю, колбаски надо еще, как думаете? Да, ребят, маловато. Сейчас еще добавим. И все, когда все это готово, аккуратненько только все фольгируем. И так же спеть. Главное, ребят, все хорошо заизолировать его фольгой. Потому что пригорит и минус блюдо будет. Я вам говорю, уже на практике проверено. Главное, это хорошо его замотать. Вот это вот сейчас. Тут, главное, со временем мне это не прогадать. Потому что очень быстро готовятся грибы с колбасками. Там буквально даже 2-3 минуты оно готово. Так. 2-3 минуты. Грибы с колбасками готовы. Горячо там, очень горячо. Да, пошел мой любимый звук. Просто обожаю его. Ну, а пока там все готовится, решил я, ребятки, не открывать шпроты. Откроем сегодня закарпатскую закуску. Потому что шпроты надо будет съесть все сразу. А закуска, она там на много раз и можно растянуть. Такая вот баночка. Сейчас проверим, что оно такое. Ммм, тахнет очень вкусно. Кстати, кабачковая икра. Я обожаю кабачковую икру вот такую маринованную. Похожая на какое-то роговочное. А вот сейчас уже все готово. Можно доставать. В таких ситуациях, друзья, хуже всего это ожидание. Половина вон готовится еще. А вторая половина готова. Я не сдержался, покушал. Закуска очень вкусная. 10 из 10. По радиации просили померить возле пищи. Ну, реально. Просили померить возле пищи радиацию. Хорошо, ребят, вот он. Пожалуйста. Ну, что там у нас по радиации? Чтобы было хорошо видно. Давайте вот так вот. Прямо-прямо в запечи. Ну, что? В землянке моей чисто. В землянке моей нет радиации и не будет. Все здесь продезинфицировано и очищено. Природой. А пахнет я! Кто ты шо? Такая-либо получается картошечка. Для того, чтобы быстрее остывало, лучше разрезать на несколько частей. Надо, блин, себе какую-то клюенку сделать на стол, потому что непорядок. Засыраю этот стол, постоянно его чистить. Реально, ребят, такая вкуснятина. Сейчас картошечка доготовится и будем трапезничать. Мне приятного аппетита. И сейчас будем продолжать работу. Честно сказать, я буду, знаете, не на выживание в Чернобыле, а в каком-то курорте. Вот, ребят, я так хорошо даже дома не питаюсь. Думаю, сейчас немножко выйти поработать и подготовить к приходу волка землянку. Сделать, напилить дрова, чтобы, это не дрова, доски, чтобы можно было с трудомик нырнуть, ребят, там такой дождь, что у меня же выходить не хочется. Ветер сильно дует, он нам капает. Все, смотрите, сколько капель, ребят, видно или нет? Видите, вот бегут капли по этому, по ободкам. Я только сушу ботинки и если сейчас выходить на улицу, то вся моя вот эта сушка будет псу под хвост. Но дымят не так хорошо, видите, влага испаряется. Наверное, на сегодня по работе все. Честно сказать, ребят, много планов я до сих пор не могу их реализовать. То погода плохая, то там недосъемок, то еще что-то. Ну, короче, смотрите, мне уже реально стыдно, потому что у меня вот в землянке столько мусора, ну не мусора, а эти материалы все лежат прямо вот так вот. И уже реально стыдно стоит. Надо будет сделать, здесь я делаю полочку в следующий раз, вот делаю эту полочку, тут я буду храниться консервы. Там вторая полочка также будет храниться еда. А для материалов, я не знаю, тоже здесь, либо сделать полочку здесь еще одну, такую здоровую. Либо на улице, ребят, напишите в комментариях, вы думаете, что будет, чтобы сделать специальное хранилище для материалов или здесь полочки сделать. Поэтому сейчас вы видите землянку, также дописывайте крутые идеи по усовершенствованию. У меня сейчас идеи полочки. Стены я пока делать не буду, потому что, ну, в них нет смысла, просто реально банально нет смысла в стенах, потому что землянка и так теплая, хорошая. А там надо было загриметизировать со стороны входа, разве что, и все. На этом данный ролик подошел к концу. Нужна помощь подслуживания каждого из вас, ребят, чтобы угоритмы Ютуба не убивали мой канал, потому что, ну, я не знаю, почему так. Я ничего запрещенного не снимаю. В принципе, вам мой канал нравится. Поэтому, если нравится и хотите, чтобы я дальше снимал землянку и строил дальше, ставку в русскую базу, пишите крутые идеи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно нажмите колокольчики. Также, ребят, у меня есть свой магазин, где я продаю все крутые вещи для выживания. Все есть, мой друг за ним следит. И, помимо этого всего, также вы сможете записаться на экскурсию в Чернобыль. И да, друзья, в Инстаграме и в Телеграме выходят такие жуткие материалы 18+, из Чернобыля, которые не смогут вставить ролик. Все ссылочки в описании. И не забывайте также за Геншин. Спасибо каждому на просмотр. Увидимся в новом видео.